Уже скоро в Европе, в Америке будет этот бренд. Ребята, большие молодцы. Наконец-то мы добрались к Джонс Гроссер. Расскажи, что это вообще за концепт? В Австралии, в Сифре все начиналось с маленького магазинчика. Сказал, что в принципе ресторан по франшизе развивается. К сожалению, по политике конфиденциальности я не могу разгрошать выручку. Но что у нас есть? Австралийская органическая кола. Да ладно, это как? Что значит органическая? Ни одного из этих сыров вы не найдете в обычных магазинах, как Карафур, Лилу, Чойтрам. Карафур, Лилу, Чойтрам. Карафур, Лилу, Чойтрам. Карафур, Лилу, Чойтрам. Ну что, вот Анлюш, мы приехали в Clubhouse, где наша main reception, резервация, ну и наши рестораны. Пройдем? Да, пойдем, посмотрим. Вот он, Jones & Grosser, запомните эту эмблему, потому что уже скоро в Европе, в Америке будет этот бренд. Ребята, большие молодцы. Ну что, Дим, спасибо за тур, очень прикольно, надеюсь, обязательно как-нибудь сыграем с тобой в гольф. Наконец-то мы добрались к Jones & Grosser, расскажи, что это вообще за концепт. Сейчас мы сидим, ребята, у них на летней площадке. Это март месяц, отличная погода, наслаждаемся. Ну, значит, к сожалению, летняя площадка после Сэнсторма, поэтому чуть-чуть такой еще непорядок. Значит, Jones & Grosser в 1996 году был создан концерт. Да. В Австралии, в Сиднее, все начиналось с маленького магазинчика, где продавались сыры, колбаски, джемы, кетчуп, майонез и все, в принципе. И в периоде какого-то времени хозяин магазина поставил кофемашину, начал продавать кофе сразу покупателям, потом начал продавать какие-то десерты сразу с этим кофе, потом начал какие-то бутерброды, колбаски, нарезки. Итак, один столик превратился в два, превратился в пять и превратился в большое помещение со столами, с полноценной кухней. Этот концепт продолжался в том плане, что это ресторан и магазин, но ресторан при магазине, не магазин при ресторане. И вот так его дальше развивали. В 2003 году этот концепт вышел на ее рынок и с того момента его здесь развивают. На данном этапе мы насчитываем около 16 ресторанов уже по мидаллисту. У нас есть... Извини, это по мидаллисту имеешь в виду по Ближнему Востоку, не в Эмиратах только? В Эмиратах будет 16 к концу года уже, но на данный момент существует 16 в Ближнем Востоке. И мы сейчас открываемся в Дубай-моле, в третьем терминале именно то, что по Дубаем. Еще два проекта идут, один в Абу-Даби, один в Шарджи. И еще один к концу года должен быть в районе выставочного центра дубайского. Ага, класс. Ну и в этом очень большая заслуга нашего CEO Unibam, который купил, выкупил этот бренд в 2011 году и вложил очень много туда сил и желания. И он владеет, грубо говоря, мастер-франшизой во всем мире. А владелец, который создал концепт, уже не имеет, как бы, он имеет свой магазин еще в Сиднее, он еще работает, это семейный бизнес. Но все, что делается в Джонсе, это проходит через нашего CEO. То есть я правильно понимаю, концепт был создан в 1996 году, он, его как? Его заметили? Как он начал развиваться стремительно? Он начал быть очень популярным в Австралии. Ну, в Австралии, так как много в Сиднее приезжают туристов и бизнес-людей. Это также, ну, они начали популяризировать его, говорить друзьям, которые начали путешествовать. И в один прекрасный момент, так как дубайский рынок очень сильно развивается в сфере общественного питания, его решили привезти сюда, для того, чтобы попробовать расширить рамки. Ну, и вот в 2003 году это был первый здесь. Ясно. А как ты думаешь, почему они стремительно, ну, где Австралия и где Ближний Восток? Почему именно Ближний Восток? Ну, опять же, это все из-за рынка. Рынок очень быстро развивается, очень разные концепты заходят на рынок, известные бренды, что-то новое. Это был достаточно новый проект, потому что на тот момент в Дубае, насколько я знаю, не существовало ни одного ресторана с концептом ритейла, где ты можешь зайти в сырную комнату, где ты можешь взять нарезку черкутерии, то есть ламо, можно взять прошутто, фарму. Понятно, не во всех наших отделениях мы продаем свиную нарезку. В нашем, к примеру, у нас есть свинина, у нас есть лицензия, мы подаем свинину, так же ты можешь купить ее у нас. Интересно. В связи с этим эта локация непосредственно является популярной, потому что мы подаем свиной бекон, свиные сосиски, чего мы не так много на рынке. Короче, все европейцы едут сюда на завтрак почувствовать себя дома. Ну, где-то так, ты правильно сказал. Особенно англичане, они очень любят наше место. Full English Breakfast – это самый ходовой завтрак, который у нас есть. У тебя есть сосиски свиные, свиной бекон, яйца, бобы, авокадо, хэшбраун. Просто сука. Дим, как ты считаешь, почему именно Джонс Гроутсер вот сейчас такой популярен, набирает все больше и больше популярности? И с чем это связано? Смотри, первое, что здесь мне, как человеку, который здесь работает, что мне нравится, у нас нет заготовок вообще. Мы все готовим с-под ножа. Поэтому пятница, суббота с 11 до 3, до 3.30 ты закажешь, придешь, закажешь у меня яйца Бенедикт. В принципе, что яйца Бенедикт? Ничего, булочка, яйцо пашот, бекон, голландес. Ну что, сколько ты дашь? Длина с минуты, ты будешь ждать это 35 минут, потому что у нас вся посадка, и шеф не приготовляет ничего, абсолютно ничего не готовится заранее. Все идет с-под ножа, четко, конкретно, по стандартам, все качественное, свежее. То есть, к сожалению, мы готовы говорить людям, что это 30-35 минут, но мы предлагаем качество. То есть люди готовы ждать, в принципе? Ты знаешь, как клиенты здесь, здесь все по-разному, есть люди, которые недовольны этим. В связи с этим у нас есть секция с сэндвичами, которая, в принципе, 5 минут с момента заказа, 5-7 минут мы можем предоставить. Это grab-and-go, но мы также его можем сервировать здесь. То есть мы предлагаем опцию людям, но те, кто хотят именно почувствовать вкусный, хороший завтрак, качественный, да, они ждут. Они согласны, они готовы ждать, но чтобы получить хороший завтрак. Интересно. Кто целевая аудитория ваша? Мы разобрались, да, что европейцы однозначно ходят. Ходят ли местные населения? У нас есть абсолютно все национальности, которые присутствуют здесь. Мы можем взять бывший Советский Союз, мы можем взять Европу, азиаты. Очень большая популяция корейцев к нам ходит. Они также являются и членами клуба, и также их друзья приходят. И индусы тоже приходят в свое, как бы, ну... То есть, в принципе, меню адаптировано так, что любому человеку все найдется по вкусу здесь? Абсолютно, абсолютно. Круто. Хорошо, давай поговорим немножко глубже по франшизе. Ты сказал, что, в принципе, ресторан по франшизе, да, развивается? Да, то есть, ну, сама сеть, на данном этапе у нашего владельца, у него есть свои рестораны, которые принадлежат ему, и есть франшизы, которые он продавал. То есть, мы вот одна из франшиз, которая была куплена Эмиронт Гольф Клубом, и открыли они в декабре позапрошлого года, 2017-го, Джонс. Значит, франшиза может варьироваться, это все зависит от того, сколько ты договоришься. Ну, базовая стоимость, да, 700 тысяч дирхан, ты платишь за так называемый consultation fee, за бренд, и у тебя есть еще royalty, ну, и плюс все растраты на дизайн, на все остальное, это тоже на тебе. Дима, ты сказал, что, в принципе, Джонс Гросси развивается хорошо по франшизе, давай подробнее об этом поговорим. Хорошо, значит, до определенного момента были только заведения, которые принадлежали Джонс Гроссеру, и когда они открыли франшизу, соответственно, массово люди начали интересоваться. Одной из таких компаний, которая заинтересовалась Джонс Гроссером, была Эмиронт Гольф Клуб непосредственно. Они ее купили в 2017 году, в декабре месяце они открыли. Сейчас по франшизе развивается Азия, Гонконг, Паттайя, ой, смотри, не Паттайя, а Пхукет, Сингапур. Опять же, Лондон и Вена, это тоже будут франшизы. Поэтому франшиза как бы очень-очень сейчас востребована. Сколько стоит франшиза? Смотри, это каждый раз индивидуальный вопрос. Во-первых, это все зависит от локации, это все зависит от заинтересованности бренда в том-то или ином присутствии бренда. Я не могу разглашать, сколько это было в Эмиронт Гольф Клубе, но я могу сказать одно, что в районе 700 тысяч дирхам это будет consultation fee, то есть то, что вы заплатите единоразово. Это где-то 200 тысяч долларов? Да, приблизительно 200 тысяч долларов. Это то, что будет платиться единоразово за то, что будут просто консультировать по всему открытию, будут ставить все правила, будут делать меню, будут разрабатывать дизайны. Это вот будет входить в эту стоимость. Конечно, затраты на мебель, на ремонт, это все экстра. Ну и плюс ежемесячно оговаривается процент, так называемый royalty fee. Я знаю, что можно всегда договариваться, можно договориться на выше consultation fee, на ниже royalty, можно договориться наоборот, чтобы выше royalty платить в месяц, ниже consultation fee. Ну и опять же, что есть, у Джонса есть еще один спутник, концепт-спутник, тоже под именем Джонса, называется Джонс Экспресс, который работает уже в терминале 1 в аэропорту. Это, грубо говоря, только grab-and-go и такой же самый открылся в Крик Гольф Клубе, который также является частью сети Дубай Гольф. Тоже очень такой маленький мини-каунтер, ты пришел, заказал бургер, заказал сэндвич, взял кофе и пошел себе играть в гольф. Хорошо, значит, паушальный износ 200 тысяч долларов единоразово, за это мы получаем консультационные fee, право использовать бренд. Конечно. Это безлимитный контракт или есть определенные условия? Контракт у нас заключен на 6 лет с продлением без никакого дополнительного взноса. То есть разорвать контракт можно только с нашей стороны, с их стороны они могут только разорвать, если мы будем нарушать правила или они нам выплатят неусловие. Хорошо, сейчас расскажешь по поводу правил, но прежде сколько ройалти, то есть 200 тысяч паушальный износ, а ройалти сколько в среднем? В этом случае это будет где-то 6% ройалти в месяц. От дохода или от чистой прибыли? От дохода. От дохода, хорошо, зафиксировали. Кто хочет приобрести Джонс Гроссер, ниже будет ссылочка, заходите на их сайт, у них есть раздел франчези и связывайтесь напрямую с ними, без всяких посредников и получайте вот такое прекрасное заведение у себя в стране, у себя в городе. Мы продолжаем, значит, что нужно сделать не так, чтобы Джонс Гроссер разорвал договор с франчези. Как любой бренд, они promise, забыл слово на русском, обещают, обещают своим клиентам, своим гостям определенное качество, определенный экспириенс, опыт определенный, когда гости приходят в заведение. Соответственно, если мы будем это все нарушать, если мы не будем следовать стандартам Джонса, если мы не будем покупать тот товар, который нам говорят стандарты, это все будет как нарушение. Также мы имеем такие, как сказать, каждый месяц к нам приходят мистери шопы, то есть это, грубо говоря, приходят... Тайный гость. Да, тайный гость, который приходит, садится и оценивает тебя абсолютно по всем параметрам, то есть он смотрит абсолютно на все, он смотрит на чистоту, на сервис, на еду, на туалеты, на бар, на скорость приготовления, на то, что ты говоришь, на то, что как говорят твои официанты. Если официант не сказал имя, это у тебя уже минус идет, если официант оформленный парт, у тебя уже минус идет. Если они позвонили по телефону и телефон не был отвечен по стандартам Джонса, это у тебя уже минус. Ну и это, соответственно, может накопить определенные пенальти. И также, если мы не проходим минимальные очки, то мы тоже будем получать пенальти за то, что мы не соблюдали такие договоренности, которые обсуждены и прописаны в контракте. Ну и плюс у нас есть еще годовые аудиты, есть еще средние годовые аудиты. То есть годовой аудит, он идет полностью по всему, вся документация, финансовая часть, тренинги, КАСАП, это все, что касается чистоты и следования там санитарных норм, пожарная. То есть это все до самых мелочей, у кого мы покупали, как мы платили, с гостями также, если у нас какие-то ивенты есть, чтобы все было прописано. Если мы даем пищу take-away, должны быть прописаны дисклеймеры. Дисклеймеры должны четко там давать знать, что ваша пища должна быть употреблена до такого-то периода, иначе мы не несем никакой ответственности. То есть это все проверяется, проверяется очень жестко. У нас вот буквально в январе был годовой аудит, но я провернулся с аудиторами, наверное, часов 7. Вау, ничего себе. Да, то есть мы прошли по всему. Прям экзамен? Ну, это было очень весело, потому что, тем более, так как ты знаешь, что я присоединился к Джонсу Гроссу не так уж и давно, для меня это было действительно интересно, скажем так, и я очень много извлек сразу информации, которую мне всегда надо держать в голове, когда бы это не было для проверок. Ну, и также они делают поверхностные два аудита, которые мы не знаем абсолютно о них. Они приходят в любой момент и просто проверяют там базовые санитарные нормы, рекорды по санитарным нормам, тренинги, проверяют, как персонал одет. То есть, ну, этот такой тренинг, аудит проходит где-то за часик, они пробегаются, составляют отчет. Дим, что нужно сделать, мы определились, чтобы получить штраф, какой размер этого штрафа может быть? Индивидуально все зависит также от repeated, то есть, если это постоянная проблема, то есть, если эта проблема возникала раньше и она не была устранена, это будут совершенно другие нормы штрафа. То есть, ну, самый минимальный штраф, который я знаю, существует, это не так уж и много, полторы тысячи долларов. Ну, это за минимальные, за минимальные нарушения, которые могут повлечь недовольство гостя и, соответственно, нарушение всего процесса. Понял. Хорошо, что дает франшиза? Окей, вот я приобретаю себе франшизу, мы разобрались, что входит в стоимость, но для наших подписчиков будет интересно узнать, зачем вообще люди приобретают уже созданные бренды, известные в мире и что это им дает? Почему надо платить все-таки эти деньги? Хороший вопрос. В свое время я тоже его не понимал, но вот проработав в отелях и проработав вот сейчас, значит, в Джонсе, я понял, что франшиза тебе дает на самом деле очень много. Ты же не пойдешь, не купишь франшизу от тети Оли, которая стоит на базаре, потому что, ну, ее никто не знает. Джонсе Гроссер, к примеру, я буду все касательно бренда, в котором я работаю, это уже был развитый бренд с очень широким инспектором гостей, который уже знал и любил продукцию, ходил, и которым, ну, они не могли уже справляться даже с потоком в определенные дни, потому что людей было больше, чем предложение, спрос был больше. Они предоставляют тебе маркетинг на их платформе, то есть они непосредственно развивают маркетинг всей сети и непосредственно локации. В твою франшизу также же входит работа маркетинга непосредственно по твоей локации. Конечно, это все определенное, то есть тебе там дается два поста в месяц каких-то огромных по твоим ивентам, ну, и мелкий там маркетинг. Плюс они могут развивать для тебя концепты, они могут развивать для тебя специальные вечера. Все они делают. Они тебе дают полностью, как сказать, каждый шаг, который ты должен делать в том мирном случае. У нас есть портал свой, в котором ты можешь любой стандарт, как делать это, забьешь, и ты найдешь это все. Все про рецепты, абсолютно все. То есть хорошая база инструкций к выполнению, следуя которым ты получишь должный результат. Да, совершенно верно. Маркетинг. И плюс они дают еще тебе такой нюанс, как хорошие сделки с поставщиками. В силу того, что мы группой и покупаем товар, который мы должны использовать в таких же блюдах везде, а у них есть контракты с поставщиками, которые дают специальные дискаунты на продукцию, и мы обязаны у них покупать. Они знают, они мониторят, чтобы качество продукта, которое к нам приходило, было высоким, ну и, соответственно, мы получаем. То есть здесь, на самом деле, я встретился с тем, что действительно мы получаем дешевле, намного дешевле, чем рыночная цена, продукт, из-за того, что мы в сети Джонс. Потому что, ну, это огромная сеть, которая дает очень большой, также, бизнес для поставщиков. Понял. Как ты считаешь, Эмирис Гольф Клаб, когда приобрел франшизу, на сегодняшний день, он понимает, что это было выгодно ему, либо даже нет? Ну, вот, после общения с многими нашими менеджерами топ-уровней, я скажу, что да, они это осознают, потому что, к сожалению, у многих людей было такое мнение, как, знаешь, у нас на родине, что если при отеле бар, значит, это для отельных гостей. Такое же было и мнение у людей по поводу, о, если это гольф-клуб, только для членов гольф-клуба. На самом деле нет. И в этом очень сильно помог Джонс, потому что он привлек очень много людей, если некоторые не являются членами гольф-клуба, которые приходят сюда на завтрак, на обед, на ужин. Также у нас они открыли еще один ресторан от шефа Изу, который очень известный сейчас в Дубае. И это тоже помогло привлечь намного больше поток гостей, которые не являются членами клуба. Об этом мы поговорим в следующих выпусках. Поэтому, да, однозначно это был огромный плюс для, так сказать, для того, чтобы представить гольф-клуб как локацию для, не только для игры в гольф, а также для того, чтобы прийти с друзьями, отдохнуть, вкусно поесть, выпить для людей, которые живут в городе Дубае, которые посещают город Дубае. Сколько средняя выручка такого заведения? К сожалению, по политике конфиденциальности я не могу разглашать выручки, но я могу дать вам, так сказать, направление, в котором нужно думать. Если средний чек, то есть то, что гость тратит, это одно основное блюдо плюс напиток, то в среднем 80-85 дирхам по заведениям такого класса, такого уровня и с таким концептом. Ну и пускай, если ты будешь делать 200-250 человек в день, то ты будешь делать спокойно себе 117-20 тысяч дирхам в день, это 600 тысяч дирхам в месяц, что является, в принципе, 150 тысяч евро. Это довольно-таки средний показатель по Дубаю, насколько я знаю. В предыдущем я вместо работы делал чуть больше, в принципе, это хорошая доходность даже. Хорошо, понятно. Оценим этот ответ как положительный. В связи с тем, что политика конфиденциальности я не могу разглашать, пардон. Да, ну окей, понятно. То есть в среднем такое заведение может зарабатывать от 600 до миллиона в месяц в зависимости от сезонности. Будем считать так. Ты вне эфира сказал, что есть определенные стандарты от Emirates Golf Club, есть определенные стандарты от Jones Grocer, и иногда они противоречат друг другу. Как в такой ситуации ты поступаешь как менеджер этого заведения? Ну не то, что прям противоречит. Бывает такое, что стандарты Jones и стандарты нашего golf club, они направляют тебя в разные направления, скажем так. То есть мы часть гольф-клуб, часть огромной компании Vassal, которая владеет Real Estate, которая владеет Hospitality и Leisure, то есть отелями и разными развлекаловыми в городе Дубай. Мы должны также следовать стандартам и прописанным шагам, которые являются в компании. Ну как франшиза, мы должны следовать стандартам Jones. В моментах, когда это все пересекается и направляется в разные направления, то есть это или уже я смотрю, как я могу проплыть между этих камней так, чтобы не обидеть ни одного, ни второго, или я просто сажусь за стол и говорю, ну вот, ребят, значит, смотрите, у меня есть этот выбор и этот выбор, и вот, и это я беру представителей офиса Jones'а и своего, ну там, непосредственно начальника, которому я числа, я им просто раскладываю карты на стол, говорю, вот у меня такая дилемма, у меня есть выход сделать так, у меня есть выход сделать так. Я хочу сделать так, потому что это имеет больше коммерческого сенса для меня, но я готов обсудить разные варианты. Ну и мы ищем уже непосредственно выход, если не можем, то мы идем уже дальше, это в основном финансовые наши, финансовое начальство, ну или Jones иногда тоже идет на уступки, говорит, хорошо, вы можете отступить здесь, потому что они не видят никакого там урона для бренда. Урона для бренда, да, то есть это в принципе может обсуждаться, ну или я уже сам, если я вижу, что я могу сам проплыть между этих камней, то я проплываю и никому ни о чем не говорю. Можешь привести один пример вот таких несостыковок, разновекторных инструкций, да? Ну я приведу вообще самое-самое элементарное, в компании Jones просто-напросто, когда запускаются продукции, они все это делают, грубо говоря, за два дня, все запускается непосредственно менеджером, он делает кнопки, он все меняет, он прописывает все рецептуры. И в отеле это, ну и в отеле, извините, в бульт-клубе это все может занять до двух недель, в связи с тем, что большая компания нужна авторизация от разных... Бюрократические моменты? Конечно, то есть, ну это присутствует везде, так как мне после отеля это очень сильно даже известно. И эти две недели это очень сложно, потому что иногда, ну ты сам прекрасно знаешь, в нашей сфере иногда ты просто придумываешь какую-то идею, и ты знаешь, ты уверен, что вот сейчас, если мы ее запустим через три дня, она сто процентов сработает. И если все запускают, у меня в этом случае возникают проблемы. Потому что если бренд раскручивает эту идею по всем остальным локациям, а я ее не поддерживаю, я выпадаю полностью от раздела того куша, который происходит. Ну и, соответственно, с моей стороны мне приходится периодически идти на какую-то долю риска и делать это все, так сказать, не по процессу, хотя запуская процесс параллельно, для того, чтобы это все получилось. И в конечном итоге, когда они уже поймут, что я это уже сделал, у меня уже все бумаги ишли в процесс, и они уже как бы не особо давали мне знать, что я неправильно поступил. Ясно, я понял. Я неоднократно бывал в Джонс Гроссер, подтверждаю очень крутой и классный концепт. И что я увидел, что именно здесь отличается вкус кофе, отличается качество кофе. С чем это связано? Вы сами производите кофе? У нас на данном этапе мы работаем с компанией Coffee Planet, которая непосредственно присутствует в городе Дубай. Они для нас собирают бленд с разных стран зерна кофе, которые мы, наш офис, он тестирует на постоянной основе. Они нам делают обжарку, и этот бленд только доступен для нас больше ни для кого. Также в наших ресторанах вы можете его купить с собой. То есть мы продаем эти зерна, но мы не разглашаем, что там за бленд идет. Он специально создан только для нашего бренда. Интересно. Ну, я тогда предлагаю нам продолжить разговор в формате приготовления интересных кофейных напитков, потому что я знаю, что именно в Джонс Гроссере вы можете попробовать различную линейку. И особенно, буквально через несколько секунд, мы вам покажем то, что вы, наверное, попробуете в Дубае только в Джонсон Гроссере. Да? Так что, пойдем? Не переключайтесь. Ну, и вот, Андрюш, наш Джонс. Значит, как бы, как ты видишь, сразу возле входа стоит холодильник с сэндвичами, салатами, чизкейки, кераткейки. То есть то, что ты можешь подойти, взять и уйти. Также свежие круассаны каждый день выпекают наши повара. Стойка для кофе. То есть, грубо говоря, любой гость, который зашел, у него нет времени. В нашем случае этим каунтером в основном пользуются гольфисты. Они спускаются, потому что напротив стойка резервации они спустились, они заказали себе кофе, попросили, можно мне этот сэндвич, можно мне пирожок, можно мне круассан. Мы им отдали, и они себе ушли играть в гольф. То есть все очень быстро, поэтому оно все так организовано. Ну и здесь мы приветствуем наших гостей. Здесь зона хостес. Также мы делаем тут легкий дисплей. Как ты видишь, у нас везде, везде расположены какие-то айтемы, которые мы продаем. То есть это шоколады протеиновые, вальрона шоколадки мы продаем. Это официальные, все это наши официальные партнеры, с которыми мы заключаем контракты. У нас есть наши джонсовые шоколадные конфеты с джинджером. То есть мы также делаем чаи, ну, производим, продаем чаи. Этот чай мы используем непосредственно в наших, ну, наш чай, который мы делаем для гостей. Также, как ты видишь, мы продаем оборудование для кофе. Ты можешь сделать для дома. Я еще не говорил, джонс преследует более здоровый образ жизни, поэтому мы, у нас не найдете кока-колу, спрайт, фанту, у нас нету абсолютно. Но что у нас есть? Австралийская органическая кола. Да ладно, это как? Что значит органическая? Ну вот, в первый раз такое слышал. Ну вот, используется лимонный сок, натуральная кола. Эта кола, это же растение. А, да? Конечно. Вода, sugar cane, тростниковый сахар. Все. И вот у тебя органическая кола. Есть органическая фанта. Друзья, я такого вообще не видел. Вы вообще слышали когда-нибудь о органической кока-коле? Коле, окей, кока-кола это бренд? О, коле. Ну так же ж вот органический лимонант а-ля спрайт. Органический апельсиновый напиток это а-ля фанта или меринда. То есть, в принципе, мы нашли замену. Ну, как бы, кто сильно хочет, мы предлагаем это, но мы категорически не подаем никаких софт-дринков вообще. Пройдем дальше. Также ж у нас мы делаем наши десерты. Наши десерты, они все подготовлены заранее. Это также ж мы используем все натуральные максимально продукты. Валероновый шоколад мы используем очень сильно в наших десертах. Мы предпочитаем, чтобы десерты были показаны людям. Это чисто коммерческий трюк, ребята. Когда люди видят десерты, они их покупают больше. Но также ж это дает возможность нам показать всю красоту и это еще очень хороший элемент интертеймента для гостей, потому что очень часто люди подходят и ты можешь направлять своих официантов, своих супервайзеров для того, чтобы мы не общались и имели контакт с гостем и непосредственно здесь. Пройдем дальше. Здесь у нас холодильник с нарезкой. У нас разное мясо. Здесь у нас есть салями, у нас есть бразеола, у нас есть прошутто, у нас есть панчетто. Реально широкий выбор. Также у нас есть наши оливки, маслинки, которые маринуются специально для этого. Мы это продаем как в заведении, как нарезку на стол. Также можно это взять тейк-эвэй. У меня есть три человека, которые занимаются непосредственно только продукцией, которая уходит отсюда. У них свой станочек для нарезки, слайсер. Дорогая вещь, кстати, вот этот слайсер нам обошелся три с половиной тысячи евро. Не дешево довольствие мяска нарезать. Да. Дальше мы у нас винный шкаф. Мы сейчас дальше у нас винный шкаф, потому что мясо, вино и сыр, которому мы едем, это самое, 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 что не есть. Нет, я влюблю счастье, я бы сказал счастье. Винный шкаф мы меняем сейчас подбор вин, ну и наша сырная комната, в которую можно спокойно зайти, посмотреть. У нас есть разные сыры, опять же, ни одного из этих сыров вы не найдете в обычных магазинах, как Карафур, Лилу, Чойтрамс, ни один из этих сыров не будет там представлен. Сыры настолько уникальные, честно, я каждый день пробую, открываю для себя новые вкусы. Что мы делаем для того, чтобы это продвигать? Каждый четверг у нас проходит сыр и вино, то есть с 7.30 до 10.30 199 дирхам с человека у нас мы даем сырную тарелку. Как уже мы говорили про сырную комнату, это очень много также работы следить за температурой, за влажностью и соответственно ты не можешь себе позволить, чтобы продукты просто лежали там как декорации, что очень важно, чтобы ребята, которые ответственны за это, очень агрессивно как бы это помогали двигаться. Соответственно, у нас каждый день есть тарелка для дегустации, любой гость конечно пожалуйста, любой гость может подойти попробовать, когда у нас полная посадка, у меня наш ритейл супервайзер, она берет эту тарелку, идет гостям, предлагает, дает пробовать, у нас здесь каждый день что-то разное, это все реально все настолько индивидуально, это сейчас бифломо с нашей медовой горчицей, также для того, чтобы продавать лучше и не залеживались сыры и не умирали, мы запустили такой ивент как Cheese and Wine, каждый четверг 7-30 у нас полная терраса гостей, мы предлагаем разные 12 вин, там 4 красных, 4 белых, несколько розовых, каждую неделю мы их меняем и мы даем сырную тарелку гостям, то есть ты приходишь у тебя есть 5 видов сыра ты наслаждаешься сырной тарелкой и сразу пробуешь их разными видами и это всего лишь за 199 дирхам отличное предложение 199 дирхам в долларах это сколько получается давай переведем значит 199 дирхам это 40 евро значит в долларах это получается где-то 46 долларов это 2 часа пей сколько хочешь ешь сколько хочешь и джазовая музыка это очень крутой экспириенс я думаю что стоит обязательно посетить Дим давай чтобы ребята ощутили вот уже наши подписчики те кто нас смотрят эту прелесть мы сделаем для них специальный оффер хорошо давайте так значит первые 5 человек которые забронируют Cheese and Wine получат 50% скидку может лучше 1 плюс 1 давай сделаем 1 плюс 1 значит первые сколько 10 10 человек первые 10 человек которые подают бронь на Cheese and Wine через мой имейл который Андрей укажет в комментариях получают 1 плюс 1 на этот восхитительный вечер и конечно же с промокодом съедобный бизнес обязательно не забывайте в имейле обязательно указать 10 человек на Cheese Festival который проходит каждый четверг четверг первые 10 человек пишем имейл который я укажу сейчас ниже промокод съедобный бизнес и получаете по цене одного входа на двоих наслаждение наслаждение прекрасными сырами и вином в Джонс Гроссер резюмируем приходите каждый четверг в Джонс Гроссер первые 10 человек кто забронирует стол по промокоду съедобный бизнес написав на имейл который я укажу ниже получает по цене одного два входа на фестиваль сыра и вина отличное предложение сейчас настало время для любителей кофе мы в Джонс Гроссер приготовим кофе тремя разными способами это аэропресс и это сифон сейчас Дима с Бористо расскажет нам и покажет как же правильно готовить кофе давайте начнем с того какой сорт кофе мы будем использовать значит прежде всего это биджендра который будет непосредственно производить этот удостоверительный продукт мы мы будем сейчас начинать с эфиопского кофе я не взял упаковку пардон у нас эфиопия 100% арабика это сингл оригин означает что сами зерна они только с эфиопии никакой с другой стороны то есть нету микса никакого мы будем использовать для эфиопии метод чем чем это метод который подразумевает свой что через фильтр мы проливаем воду что дает возможность кофе не насыщаться никакой горечью абсолютно то есть дает четкий легкий аромат чистого кофе какая температура воды должна быть температура воды будет около 92 градусов на данном этапе мы залили воду максимум закипяченую сейчас в нашем термо чайнике она чуть остыла и как раз мы будем проливать джендра или плестат значит он сейчас засыпет прольется чуть-чуть фильтр для того чтобы его намочить чтобы сразу когда мы засыпем кофе и проливать дальше он уже был намочен соответственно сама полбарна чуть не греется это это сейчас все сольем потому что нам вода не нужна грубо говоря это технический нюанс теперь все все обратно кстати для такого процесса помол кофе должен быть не такой как для кофе мужчины для каждого метода заваривания кофе будет совершенно разный размер помола то есть где-то грубее где-то мелче все зависит от того как мы завариваем он засыпал 14 грамм кофе помолотого в фильтр и потихоньку спокойно проливает проливает водичку будет также в процессе этого все перемешивать ну и соответственно как вы видите что происходит вода просто стекает через кофе и производит чистый кофе ничего никакой китейный жмых не попадает в место очень удобно для дома единственное что надо чуть-чуть провести времени проливая потому что если быстро пролить не совсем такой продукт получится то есть нельзя спешить с водой надо потихоньку добавлять если ты сильно быстро зальешь то тогда не получится вкуса того то есть кто-то может перегореть все должно быть плавно потихоньку чтобы вода ее не было слишком много она должна еще здесь охлаждаться определенным градусом она должна здесь терять чем больше горячей воды тем дольше будет держаться температура как вы видите он проливает по стенкам он не льет в самый внутрь чтобы шоковая температура сразу не попадала в помолотый кофе все потихоньку так он дольет значит удобно для дома если же надо потратить время для приготовления у нас очень пользуется большой популярностью этот метод приготовления сейчас кофе вообще в целом я вот смотрю тенденции развития кофе настолько как бы высоки то есть как раньше кухня развивалась то сейчас развивается кофе и люди хотят знать люди хотят пить разные продукты они хотят экспериментировать что происходит как происходит почему разница ну и соответственно этот стол непосредственно предназначен для мастер-класса то есть мы делаем мастер-классы по кухне мы делаем мастер-класс также по кофе когда у нас приходят запросы ну и мы здесь становимся битджендра в основном становится рассказывает все по поводу кофе он на самом деле очень много знает и благодаря ему у нас всегда самый лучший кофе круто ну все теперь мы убираем вот как вы видите буквально несколько минут занимает приготовление такого кофе сразу же вот он забрал фильтр и слышен аромат то есть колба похожа на такой декантер своего рода который удерживает аромат внутри и потом потихоньку его раскрывает уже при наливании в бокал несу специальную посуду которой мы его подаем я очень люблю эти стаканы это стаканы двойного стекла вообще просто бомба тенденция последних лет да сможешь попробовать вкуснейший кофе ну на самом деле опять же это мы делали афиопию мы считаем что афиопия для этого приготовления самый оптимальный продукт по ароматическим вкусовым свойствам хотя все на любителя все абсолютно на любителя хотите покрепче хотите покистрее все это нужно сделать в домашних условиях и так же можно поставить ваше заведение единственное что я вам сразу говорю вы можете если у вас будет особо большая популярность такого метода приготовления вам понадобится больше места для баристов потому что в любом случае от эспрессо это отличается по времени которое ты тратишь на производство ну и так же по размерам которые что ты должен хранить потому что ты должен иметь чайник специальный чемоксей должно быть несколько то есть сразу если вы планируете что такое ставить вы должны задумываться о многоемкости правильно да заведение и соответственно зоны для баристов для того чтобы все это иметь там и оно могло просто помещаться комфортно вот так вот биджендра несет стаканы мы подаем все наши синглори с таким шоколадным пруцелем очень вкусно отбивает шоколадные оттенки кофе еще больше я не буду сейчас пить кофе Андрюш попробуй давайте конечно мы съедобный бизнес мы пробуем все везде так заведено так заведено и очень вот вот я на досточке у ребят только что прочитал что кемикс как способ был изобретен в 1941 году немцем питером склам скламботин который он по своей сути был химиком и придумал вот такой способ так что довольно молодой способ приготовления но очень вкусный всем советую а мы продолжаем мы сразу двигаемся к следующему способу это аэропресс на самом деле очень удобная штука для дома и для путешествий люди которые хотят наслаждаться хорошим насыщенным вкусом кофе и все-таки иметь его более или менее как можно ближе к эспрессо я бы рекомендовал аэропресс он был изобретен в 2005 году в штатах по сути что происходит у тебя есть фильтр который ты ложишь сюда ты засыпаешь кофе заливаешь воду даешь этому всему продукту настояться биджендра начнет сейчас делать это все пока я буду рассказывать please start засыпаешь пока кофе будет непосредственно завариваться в аэропрессе мы будем разговаривать то есть грубо говоря дома можно залил поставил оно настоялось придешь и потом покажу что делать биджендра в дальнейшем если честно я думал что аэропресс у меня почему-то конфуз был я думал что это как френч пресс то есть где знаешь да есть пресс проводит ага ну вот сейчас я вижу что это совершенно другое приспособление да френч пресс он тоже как бы существует у нас тоже есть я решил не показывать потому что это очень популярный метод приготовления в домашних условиях грубо говоря самая большая разница то что во френч прессе ты не в стакане наливаешь кофе после процеживания его под давлением то есть эспрессо машина прогоняет воду под давлением через кофе для того чтобы получить вот тот продукт который мы называем эспрессо здесь происходит грубо говоря то же самое мы продавливаем воду мы уже завариваем завариваем заваренного боже мой извините заваренного кофе через фильтр под давлением это не так уж и легко как кажется требует все таки затрат усилий но продукт который получается в конечном итоге довольно таки вкусный мне очень нравится и как я сказал это вообще идеальный способ для дома вот к примеру если вы знаете что в кофе всегда присутствует в эспрессо очень часто присутствует горчинка здесь ее нет здесь ее нет но в свою очередь кофе настолько как говорится про вино full body то есть очень полнотелый очень вкусный есть легкая кислотность и сумасшедшая арома то есть ароматика просто вообще и используем кенийские зерна для этого метода приготовления мы считаем что это самый-самый-самый оптимальный вариант ну вот потихонечку он сейчас начнет процеживать сам кофе под домли на возьми попробуй биджандра дай Андрею попробуй просто держи здесь и начинай пресс но не так не держи здесь в центре ну интересно просто попробовать своими руками потому что понять может ли каждый приготовить себе кофе а то надо может походить в зал перед тем как приготовить ну так скажи насколько легко ну относительно потому что в принципе не каждая девушка наверное сможет пресс делать без остановки ну кто в принципе девушки хочет подкачать бицуху то каждое утро можете чередовать руки правое левое и думаю через месяц заодно да и муж будет счастлив и в зал поконит ну все мы приблизительно закончили осталось совсем чуть-чуть ну в конце уже чуть-чуть вышла пена это то что уже с воздуха вышла то есть получается шикарный аромат кофе также с чистой нету никакого жмыха внутри в конечном итоге мы его переливаем в наш стакан и подаем его в двойном стакане почему в двойном стакане почему нам это нравится так как температура всех альтернативных методов она ниже чем эспрессо ее надо сохранять как можно дольше этот стакан не дает температуре руки окружающей среды так быстро идти в кофе то есть он держит температуру дольше да ну слушай совершенно другой аромат это кения это тоже арабика у нас только стопроцентная арабика у нас нет вообще арабусты мы за ароматику да вообще такой вы можете начать приготовить сайфон да есть цветочные но тоже присутствует кислотность она немножко выше но очень интересно на самом деле вообще нету никакой горечи ничего очень смуз аромат я чувствую нотки меда в этом кофе не знаю почему но для меня это он какой-то уже сладкий медовый это лично мои дорогие друзья напишите в комментариях какой ваш любимый способ приготовления кофе какой кофе вы предпочитаете пить ну и продолжим с третьим способом приготовления это один из довольно таки старых способов он был изобретен в 1830 году в Берлине как видишь немцы не любители поизобретать поизобретать всякой штуки для кофе это так называемый вакуумный метод приготовления кофе сифон сам по себе состоит из нескольких частей это нагревающий элемент это самая колба которая нагревается это фильтрующий элемент и колба для смешивания сейчас вы видите как происходит эта магия простая физика которая дает возможность насладиться довольно таким как сказать криспс крисп по вкусу не знаю я забыл как переводить периодически ничего страшного у нас все говорят на английском но на самом деле очень крисп то есть он такой аж кусает язык так же много ароматики есть легкая горечь битер она присутствует но она ни в коем случае не противна это приятная горечь мы используем доназийские зерна так же как и я говорил это 100% арабика только для этого способа приготовления но я знаю очень много людей на него как и любят пинти в и более легкие легкие моменты все это в данном ситуации мы делаем в стойке в связи с безопасностью для гостей из-за того что у нас есть газовое горение мы не даем возможность гостю навредить себе то есть мы предупреждаем гостю что вот так вот и так вот пожалуйста узнайте что мы его приготовим на баре если вы хотите вы можете с нами пройти бориса приготовит перед вами все будет правильно но мы нагревательный элемент не несем и в дальнейшем этапе мы снимаем две части и возьмем с подачей опять же двойная стака подаем люфель который меня кофе просто как видите мы сейчас на том этапе что мы прогреваем нагревательный уход и мы не закрываем сейчас мы не закрываем смешивание мы закрываем полностью вот сейчас джендра увидел что пошли легкие пузырьки и будет уже скорый момент когда вода начнет закипать вот мы это видим то есть кофе прошло намочила уже фильтр потихоньку проходит наверх то есть вода уже вот на этом моменте мы засыпаем здесь идет 20 грамм кофе ага да объем тоже большой то есть тут получается насыщенность тоже насыщенность вкуса очень большая ну и как видите почему он назывался вакуумом потому что здесь создается вакуум он выталкивает воду наверх ну и вот так вот мы будем помешивать должную среду для того чтобы равномерно все это равномерно заваривать выключаем и смотрим что происходит дальше температура голда поменяется и сейчас буквально вакуум и абракадабра абракадабра и ничего не получается джендерной сбоковки оп и абракадабра получилось но потихоньку так же через фильтрующий элемент находит вниз как видите цвет здесь намного насыщеннее чем в аэропрессе чем в чемаксе все из-за того что идет проваривание кофе там идет только настаивание здесь идет проваривание через очень горячую воду по-моему грубо говоря сахарин поэтому он здесь получается очень очень насыщен ну и просто снимаем сейчас сверху поснимаем беды сюда подаем вот такая очень подличная подача наливаем официант наливает или гость говорит что я хочу чтобы чуть-чуть остаться подаем этот кофе в основном любители кофе они в основном пьют его без молока то есть именно на пинке что бы конкретно сладиться именно вкусом самого продукта как ароматик ароматик ну намного интенс скажем так на английском насыщенный аромат это слышно было как только открылся открылась колба колба да этот кофе как только ребята сняли колбу сразу же пошел такой насыщенный аромат здесь уже в аромате слышно что кофе однозначно будет горченко потому что он очень насыщенный и это понятно потому что он проходит обработку и ферментацию при высшей температуре соответственно появляется это горечь давайте проводим присутствует во вкусе это индонезийский бленд и напоминаю присутствует во вкусе также кислотность но нам уже в менее степени потому что доминирует легкая горечь и также я могу сказать что есть после вкуса то ли сахара то ли вот наверно этого карамелизированного сахара с долей какого-то фруктового аромата класс вообще это невероятный экспириенс все вы только что увидели три разных бленда три разных способа приготовления по цвету по вкусу и по аромату они все разные каждый может себе выбрать то что он любит больше всего либо же наслаждаться каждый день новыми впечатлениями от кофе мы любим кофе а сейчас эксклюзивно для вас мы попробуем нитро кофе я уверен что каждый из вас пил разливное пиво так вот сейчас технологии дошли до того что появилась разливной кофе прямо с бочки кофе настаивается и подается вместе с газовой смесью и мы получаем на выходе новый формат давайте смотреть как это будет этот кофе можно также настаивать на различных специях и фруктах и будет уникальный аромат да да получается все знают я думаю пиво гиннес принцип подачи это смесь газов мы такой кофе в америке и впервые сейчас я вижу в дубае я думаю что джонсон гроссер задают тренды по кофе это первое место где появился nitro кофе поэтому всем сюда пробуем скоро жаркое лето и это самый лучший напиток который охладит вас после горячего дня и конечно же пришло время попробовать шоколад еще одну это очень вкусно рекомендация от меня от съедобного бизнеса обязательно заказывайте кофе nitro и вам принесут шоколадку которую я только что съел в сочетании получается кофейный оргазм хорошо сказал ребят милости просим джонс будут вопросы также можете приходить пообщаться со мной если кто планирует открывать подобные концепты говорите съедобный бизнес я вам открою больше карт спасибо что были с нами подписывайтесь лайкайте и что там еще надо делать лайк подписка и пишем комментарии с вами был съедобный бизнес и джонс гроссер все чао ребята ну что наш 20 выпуск подошел к концу спасибо что досмотрели его до конца я хочу подытожить джонс гроссер это яркий пример когда у тебя есть маленький маленький бизнес который за 20 лет превратился в огромную сеть по всему миру и стремительно развивается покоряя все новые и новые страны не отказывайтесь от своих идей от своих желаний если вы уверены что вы на правильном пути в своем бизнесе не останавливайтесь ни перед какими преградами и просто гните свою линию обязательно найдутся люди которые вас поддержат вложат в вас деньги и сделать ваш бизнес огромным вот тому яркий пример ну а мы чё мы с вами прощаемся до следующей среды и пошли шопиться пока а я м да к в мы и мы и а и мы Редактор субтитров А.Семкин